МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Татьяна Блинкова и в начале коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. Сам по себе дом уже не то что ремонтирует, его сносить надо. Капитальный ремонт в Канске затянули больше, чем на месяц. С чем это связано и как к этому отнеслись сами жители многоэтажек? Здание нужно будет реконструировать, либо принимать решение строительства новой школы. Губернатор Крестнерского края Александр Ус прокомментировал ситуацию с аварийностью Иландской школы, в которой он сам когда-то учился. Я готовлюсь по видеороликам, слушаю учителей на уроках, сама учу понятия, выполняю задания. 11-классники Каннска продолжают готовиться к сдаче единого государственного экзамена. Ребята готовы даже заниматься внеурочно, чтобы получить высокий балл. И теперь обо всем подробнее. В Каннской администрации вновь кадровые перестановки. Юрий Серезитинов ушел с должности начальника отдела физической культуры, спорта и молодежной политики по собственному желанию. Мужчина проработал в этой должности чуть меньше года, 11 месяцев. Его назначили в апреле 2018 года. Известно, что пока кандидатур на его место нет. На сегодняшний день исполняющей обязанности является ведущий специалист отдела физической культуры Наталья Бурмашова. Добавим, дольше всех эту должность занимала Ольга Береснева, которая проработала начальником отдела физической культуры, спорта и молодежной политики более 10 лет. Капитальный ремонт затягивается на более чем 10 домах города. Завершить его должны были еще к концу прошлого года. Однако до сих пор на многих объектах работают строители. С чем же связан перенос сроков сдачи жилых зданий, смотрите в сюжете моего коллеги Дениса Шабурова. 15 домов города лишились своевременного капитального ремонта. Работы на этих объектах начались только зимой. Жители одного из них отнеслись к этому с пониманием. Говорят, крыша местами протекла. Так что капитальный ремонт лишним не будет. Однако сразу же добавляют. Проблема в том, что само здание уже никуда не годится. Крыша, конечно, уже в свое время, как бы, сам по себе дом уже не то что его ремонтировать, его сносить надо. Трещины пошли, в квартире пошли, потолок пошел трескаться, ну куда это все. Ну, это все, как говорится, то же самое землетрясение идет. Тем временем рабочие на крыше активно выполняют поставленные задачи. На объекте они уже месяц и близится завершение ремонта. Пока на улице стоит мороз, работа идет полным ходом. Как мы видим за моей спиной, большая часть крыши разобрана и подготовлено основание для новой кровли. Осталось дело за малым, говорят рабочие. Оставшуюся часть планируют разобрать уже сегодня. После этого работы останется максимум на 10 дней, отмечают строители. Однако, если дело так скоро продвигается, то возникает вопрос. Почему же сроки капитального ремонта крыш были передвинуты? Ведь изначально планировалось все завершить к концу прошлого года. Ситуацию прокомментировали в местной администрации. Срок был немного сдвинут в связи с тем, что строители не захотели в дождливое время заниматься кровлей. В принципе, я считаю, что это правильно, это и комфортнее будет для жителей, и спокойнее даже для самих строителей. Потому что затопить мой квартирный дом – это проблематично. Также в местной мэрии сообщили, что в данный момент на стадии сдачи находится порядка 8 домов. И еще столько же сейчас ремонтируют. Собаку как орудие преступления использовал местный житель. Он натравил свою овчарку на прохожего и отнял у него рюкзак. Теперь мужчину ждет уголовный срок. Первое судебное заседание, на которое, к слову, пригласили и четвероногого участника преступления, уже состоялось. Как рассказал потерпевший, собака не причинила ему вреда, но агрессивно лаяла и рвалась с поводка. Поэтому ему ничего не оставалось, как отдать ее хозяину свои вещи, среди которых были и деньги. Мужчина обвиняется в совершении разбойного нападения с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, с использованием предметов в качестве оружия, в данном случае собаки. Поскольку в ходе судебного заседания возникла необходимость в оценке того вреда, который мог быть причинен данной собакой, был допрошен кинолог, а также осмотрена собака в качестве вещественного доказательства. Судебное заседание по данному делу отложено. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Жители Каннска жалуются на запах гари в районах, граничащих с промзоной. Люди в социальных сетях делятся видео дымящих лесопилок. Огромные клубы дыма поднимаются высоко в небо и рассеиваются над домами и дачами острова Старикова. Известно, что в Каннске около сотни предприятий, которые занимаются лесопилением. Раньше горбы, лиопилки, недобросовестные лесопереработчики попросту незаконно сваливали на окрестные земли. В частности, на свалку в районе Старой лесовозной дороги. Все в той же промзоне. Сейчас таких стихийных полигонов меньше, поскольку многие из предпринимателей оснастили свое производство утилизаторами. Однако большинство печей не оборудованы газоочистными установками. Об этом рассказали экологи. Они уже занимаются проблемой вопрос на контроле профильного министерства. Экологи уже начали мониторинг. За качеством атосверного воздуха в Каннске теперь будет следить стационарный экологический пост. Такие уже есть в Красноярске, Ачинске и Зеленогорске. Автоматизированная установка позволяет определить загрязнение по 9 веществам. А данные замеров с поста поступают напрямую в мобильное приложение Красэколоджи и на сайт краевого центра мониторинга, который находится в открытом доступе. Стационарный пост стоит в северном микрорайоне. За несколько дней тестового режима он уже выявил в Каннске превышение по некоторым из веществ в вечернее время. Наблюдения начались в пятницу, то есть 31 января. Зафиксировано уже превышение по взвешенным частицам 2,5 микрометра. То есть это и по максимально разовым и среднесуточной концентрации. Причем в пределах до 3 ПДК максимально разовые были. Также зафиксировано уже превышение по стиролу, среднесуточной концентрации стирола. В Красноярске у нас последние дни, то есть максимум было на покровке превышение выходные, когда в Каннске у вас каждый день они идут. То есть в районе после 6 часов вечера до 11-12 превышение точно есть. Александр Рус прокомментировал ситуацию с аварийной школой в Уландском. С хэштегом пишет АВ губернатор написал, цитируем, «Наши ресурсы не безграничны, а проблем множество, и все их надо решать, причем максимально ответственно». Кроме этого, Александр Рус в своем инстаграм написал, «После окончания восьмилетки в своей деревне я два года учился в 41-й школе Иландского, здание 1961 года, и, как выяснилось, недавно построено не лучшим образом. Его основной блок признан аварийным и выведен из эксплуатации. А сейчас условия там хоть и соответствуют минимальным требованиям Роспотребнадзора, но очень далеки от идеальных, это правда». И действительно, школа в Иландском требует срочного ремонта. В прошлом году строители приступили к восстановлению аварийного блока здания и обнаружили, что стены целого крыла буквально рассыпаются. Работы пришлось отложить. И до сих пор практически 800 учеников и преподавателей вынуждены уютиться в 15 кабинетах. Чтобы как можно больше школьников смогли учиться в первую смену, парты пришлось поставить прямо в коридорах. А педагоги пожертвовали своими учительскими. Сейчас они уютятся в помещениях, где раньше были хранилища книг и архивы. «Мы вынуждены были, собственно, образовательный процесс для обучающихся с 5 по 11 класс организовывать в 15 кабинетах при наличии 19 классов комплектов. Восьмые классы в этой связи мы вынесли во вторую смену. Ни одно учебное помещение не использовали для каких-то целей, например, для создания кабинетов администрации, школы». Специалисты Министерства образования Краева, главе с заместителем министра Романом Шороховым посетили Иландскую школу, чтобы увидеть, в каких условиях занимаются дети и работают педагоги, в каком состоянии здание и, главное, как организовать на время ремонта нормальный учебный процесс. Решение о дальнейшей судьбе школы необходимо принять до конца февраля, когда эксперты дадут свою оценку. «Сейчас мы приходим к новому этапу, либо продолжать работу по капитальному ремонту, либо действительно здание нужно будет реконструировать, либо принимать решение о строительстве новой школы. Поэтому стесненные условия – это, конечно, вынужденная мера. Я думаю, что в ближайшие полтора-два года эта проблема будет решена». Добавим, чтобы привести в порядок первый блок, планировали потратить 57 миллионов рублей. Однако сейчас, с учетом новых обстоятельств, средств потребуется больше. Если специалисты настоят на реконструкции, то разрушающиеся стены разберут до фундамента и выстроят новые. Вопросы строительства новой школы решить будет проблематичнее. В районной администрации говорят – места под здание в этом районе нет. Тогда придется полностью стесить старую школу и строить на ее месте новую. Татьяна Блинкова по материалам телеканала «Енисей». Правоохранители накрыли несколько кафе-казинов в Красноярске и Каннске. С виду обычное кафе внутри, которого расположены платежные терминалы, но вот использовать их для оплаты мобильной или иной связи не получится. А все потому, что это лишь маскировка. На самом деле это самые настоящие игровые автоматы, оснащенные программным обеспечением, позволяющим участвовать в азартных играх через интернет. Такие игровые автоматы были доступны только постоянным клиентам. И таких псевдо-кафе следком и полиция края обнаружили 13 в разных районах краевого центра и одно в Зарельсовой части Каннска. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. При обысках по местам проживания предполагаемых организаторов незаконного бизнеса полицейскими изъяты игровые терминалы, сотовые телефоны, компьютеры, а также денежные средства в сумме более миллиона рублей. Пятеро подозреваемых задержаны в порядке в статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Сразу после небольшой рекламы расскажем о том, как выпускники 11 классов подошли к подготовке к сдаче единого государственного экзамена, о том, кто оказывает помощь некоммерческим организациям на безвозмездной основе, а также вы узнаете, когда в город придет потепление и о новостях спортивной жизни Каннска. Не переключайтесь. Календарь сказал с утра с 23 февраля. Празднует все человечество. День защитника Отечества. От подружек и от жен в этот день подарков ждем. Носки и пена для бритья. Можешь не стараться зря. Ключи от нового авто. Нет, не радует ничто. Одеколон и регистратор. Ты подарила перфоратор. Самые желанные подарки для самых настоящих мужчин в техномире. На Горького 41. Территория трикотажной фабрики. Мы снова в Каннске. Выставка продажа с алтайского меда. Всего три дня. С 4 по 6 февраля. Спешите. Каннский краеведческий музей с 10 до 18 часов. Пенсионерам скидки. В отдел ГИБДД МОИ МВД России и Каннске требуются инспекторы Дорожно-патрульной службы. Квалификационное требование к кандидатам наличие не ниже среднего профессионального образования. За дополнительной информацией обращаться по адресу. Город Канск, улица Николая Будды, 56, кабинет номер 10. Телефон 8-953-850-53-31. У каннских школьников началась активная подготовка к сдаче ЕГЭ. Преподаватели проводят подготовку со старшеклассниками по специальным программам. А также во многих школах организованы дополнительные занятия по различным предметам. О том, как проходят занятия и как выпускники 2020-го настроены на сдачу экзаменов, смотрите далее. Каннские выпускники этого года готовятся к сдаче единого государственного экзамена. Для этого они используют самые разные методы, которые им доступны. Получить максимально высокий балл сейчас главная задача. Я готовлюсь по видеороликам, слушаю учителей на уроках, сама учу понятия, выполняю задания и по методическим материалам. Я участвую только в Олимпиаде по экономике, если смотреть именно с чисто точки зрения математики. А так, ну, в принципе, знания по математике не очень плохие, но, конечно, хочется для поступления в ВУЗ более большие баллы. Волнения перед сдачей уже нет, делятся старшеклассники. Более тревожным моментом для них было осознание того, что впереди их ожидает выпускной класс. При сдаче ЕГЭ волнуемся уже не так сильно, как при переходе в 11 класс, потому что все свои силы уже направили в нужное русло и примерно понимаем, на какие баллы мы напишем, на какие баллы мы готовимся. А для того, чтобы направить силы в нужное русло, в некоторых учебных заведениях города организованы специальные подготовительные курсы для старшеклассников. Например, как в 4-й гимназии. Здесь ребята могут пройти дополнительную подготовку. Что предусматривают эти курсы? Дается очень много дополнительного материала. Далее. Различный математический материал мы рассматриваем таким образом, чтобы выбрать наиболее оптимальное решение каждого из заданий. И я считаю, что вот курсы эти, они делают наших детей более подготовленными к успешной сдаче ЕГЭ. Также в учебном заведении пошли навстречу учащимся, заметив их увлеченность точными науками. Специально для них здесь была организована программа, позволяющая хорошо подготовиться к поступлению в ВУЗ. Уже на протяжении 5 лет мы реализуем программы на старшем уровне образования, программы специализированного класса математической направленности. Это класс, который создан для того, чтобы выпускать детей, которые мотивированы дальше на поступление в высшеучебные заведения технологической направленности. То есть их интересуют предметы в большей степени математика, физика, информатика. Что касаемо универсального профиля, то здесь самым популярным предметом для сдачи является общество знания. Это неудивительно, ведь во многих ВУЗах этот предмет в списке необходимых при поступлении. Также популярна среди выпускников и биология. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. В Канске на базе молодежной библиотеки работает Центр поддержки некоммерческих инициатив «Луч». Организация нацелена на помощь НКО, к примеру, в сборе документации для участия в различных грантах. Однако за несколько лет работы они так и не смогли привлечь к себе должного внимания. Подробности в сюжете далее. Восточная жара. Масштабный фестиваль хипков-культур, который состоялся в Канске в декабре прошлого года, собрал множество участников из разных уголков нашего региона. А ведь на его организацию была потрачена довольно крупная сумма денег, которую некоммерческой организации удалось выиграть благодаря участию в грантовой программе. Однако мало кто знает, насколько сложно собрать все документы и подать заявку, не зная, как это сделать правильно. За помощью именно в этом направлении представители Федерации Брегданца и Сканска обратились в Центр поддержки некоммерческих инициатив. Вообще, конечно, очень сильно помогли в плане сбора документов, именно как они должны заполняться правильно, отчетность сама, какие документы должны, так скажем, первые заполняться, вторые, последовательность вот этих документов оборота. Также мы, как первый раз, мы не знали сроки реализации, сроки подачи документов. С такими или же с другими проблемами на пути в своей деятельности сталкивается практически в каждой НКО. Именно для помощи некоммерческим организациям и создан Центр поддержки, который базируется в молодежной библиотеке с 2018 года. Однако из порядка 60 организаций, созданных в восточной части нашего региона, к ним за помощью обратилась лишь малая их часть. А ведь спектр услуг Центра достаточно разнообразен. От того, как открыть некоммерческую организацию, какую отчетность сдавать, куда и в какие сроки, и заканчивая тем, как наладить взаимосвязь и выстроить партнерские отношения с бизнесом, с властью и друг с другом в территории. Также мы продолжаем людей консультировать по различным темам, у нас их тоже больше 11. Тут и социальное проектирование, и как стать поставщиком услуг социальных, либо социально значимых услуг. В планах у специалистов провести в мае этого года гражданский форум, который соберет все местные сообщества воедино и позволит им получить как можно больше информации о том, как и в каком направлении им развиваться дальше. А главное понять, куда можно обратиться, если возникнет хоть малейшее непонимание в том или ином вопросе. Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. В начале февраля зима показала нам настоящие сибирские морозы. Самая низкая температура за эти дни была зафиксирована на отметке минус 37 градусов. Но мороз продержался недолго. Уже с сегодняшнего дня холода отступят и придет потепление. Февраль, как и предыдущие зимние месяцы, по прогнозам синоптиков, будет аномально теплым. Уже завтра столбики уличных термометров покажут минус 4 градуса. А выходные погода порадует канцев плюсовой температурой. Однако осадков в этом месяце ожидается довольно много. Практически всю эту неделю в городе будет идти снег. Каннский спортсмен Никита Астафьев вошел в сборную Красноярского края по карате. Он успешно выступил в Минусинске, где прошел краевой турнир. Вообще же бои там провели 18 наших каратистов. Они бились сильнейшими спортсменами из Красноярска, Шушенского, Ирмаковского, Саеногорска, Абакана, Таштыпа и Минусинска. Всего краевые соревнования по кио-кусинка и карате собрали более 200 спортсменов 10-17 лет, а также мужчин от 18 лет и старше. По итогам встреч Никита Астафьев вышел в лидеры и взял золото. Теперь в составе краевой сборной он примет участие в первенстве Сибирского федерального округа, которое придет в марте в Красноярске. На этом наш выпуск завершен. Но я напоминаю, что новости пятого канала вы также можете смотреть и в сети телекоммуникационной компании «Орион Телеком» на 11 и 19 кнопках. Не отказывайте себе в новостях нашего города. С вами была Татьяна Блинкова. Всего доброго. До свидания. Все знают, что электронные госуслуги – это просто и удобно. Можно оплатить налоги, записать ребенка в детский сад, проверить штрафы ГИБДД и получить еще десятки услуг, не выходя из дома. Чтобы иметь полный доступ ко всем услугам, нужно сначала зарегистрироваться на портале, а затем прийти в Центр обслуживания госуслуг и подтвердить свою личность. А можно еще проще. Придите в тот Центр обслуживания госуслуг, где вам могут зарегистрировать учетную запись. Возьмите с собой паспорт и с НИЛС. Всего за несколько минут вас зарегистрируют на портале и сразу подтвердят личный кабинет. Здесь же вам помогут восстановить пароль от портала госуслуг, если вы не можете восстановить его сами. Центр обслуживания есть в каждом районе, а их адреса легко найти в интернете. Пройдите регистрацию в Центре обслуживания, начните пользоваться госуслугами и убедитесь – это проще, чем кажется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин